Здравствуйте! Это вторая часть видео о том, как получить больше подписчиков на YouTube. Я продолжу с седьмим советом. Создавайте собственные эскизы людей. Посмотрим правде в глаза. Причина, по которой нас предупреждают не судить о книге по обложке, заключается в том, что мы делаем это постоянно. Миниатюра вашего видео, по сути, является обложкой вашего видео, поэтому она должна быть абсолютно привлекательной. Фактически я бы сказала, что миниатюра видео является наиболее важным элементом при определении того, будет ли посетители воспроизводить ваше видео. Лучший способ заставить людей възпроизвести ваше видео используя изображение, улыбающегося человека. Смотришь его прямо в глаза в качестве эскиза вашего видео. Почему люди общаются с другими людьми? Еще один полезный совет, чтобы ввести свой мини-вейбор на нови уровни – улыбните се. Улыбка – это внешнее проявление счастья. Она помогает нам соединиться с другими. Говорит доктор Эдриан Файхем, организационный прикладной психолог. Публикуйте часта и последователна. Это възмой совет. Да, я понимаю, что сначала может быть сложно понять, но у каждой маркетинговой команда е штатный видеоператор, способный превративат контент. Счастье, если вы последовали моим советам номер два по създанию внутренней студии, сценарии и създание качественных видеороликов, могат легко стат частью вашего еженедельного рабочего процеса. Последователенность является ключевим моментом, потому что подписчики не останутся подписаними, если вы никогда не обновляете свой канал или если вы обновляете 4 раза в неделю, а затем делаете перерыв на 1 месяц. Если вас вообще интересует Search Engine Optimization, вы вероятно слышали ОМОЗ. МОЗ выпускает отлично сериоз статей под названием Пятница и на дъске. С еженедельным видео, в котором на свежи дъске разбираются о някакътри концепции Search Engine Optimization. Эти видео не только супер увлекательные и качественные, но и постоянные. Они назаиваются Пятница и на дъске. Если вам удатся наста найти повторяющие за серио подобно от этой, вы станете золотом для предоставления своим подписчикам, согласовано в видеоконтента, который не только держит вас в курсе, но также привлекает новых подписчиков и увеличивает взаимодействие с видео. Инвестирайте в рекламу на YouTube. Эта девятъй съвета. Пара достатък кошелек. Ви же не думали, що все эти съвета и будат безплатними. Сделайте глубокий вдох. Пожалуйста, не тракте слишком много денег. Но выделение определенного бюджета на предвижение вашего канала, доволен е полный способ увеличит ваше подписко. Интернет е людное место и деньги говорят о нём, поэтому важно инвестировать част своего маркетингового бюджета в твой канал. YouTube позволяет настраивать рекламное видео канал с помощью различных форматов реклама и в том числе показа и вътрекламу, оверлайния обявления, пропускат видеорекламу, рекламные карти. Подобна платформа на таких как Facebook и Twitter, YouTube так же позволяет настраивать таргетинг видео на основе интереса в демографии или рыночной аудитории. Предвигайте свой канал в съответствующих интернет-сообществах. Бутът чат в Twitter, LinkedIn, Reddit или любим другом популярном онлайн-сообществите в ваши отрасли, вам необходимо активно участват в этих мирах и разпрастранят свой видеоконтент там, где ето необходимо. Предположим, вы работаете в бухгалтерской фирме и ведите разговор, в котором люди похоже борются со своими налогами. Это идеальное время, чтобы поделиться полезное видео, чтобы представить свои услуги, за которые некоторые из этих налогоплательщиков могут даже взимать с вас плату. Паштряйте людей, подписываться на ваш канал. Все родители понимают силу взятничество. Если вы съедите овъщи, я позволю вам посмотреть iPad за 10 минут до сна. Эти слова мы слышали и будем слышать их снова и снова. Самое смешное, что взятничество это не то, на чом мы растем. На самом деле, это очень хорошо работает для взрослых, потому что каждый любит бесплатные вещи. Это человеческая природа. Итак, вы должны подкупать людей, чтобы они подписались на ваш канал. Я знаю, что это может показаться смешным, но на самом деле работают. Вот два способа подбудить людей подписаться. Проведение конкурса по разным каналам. Это один из старейших маркетинга и в приемах взятничества в книге, но он творит чудеса. Если все сделано правильно. Предположим, например, что вы управляете боулингом в городе. Создайте конкурс для продвижения своего бизнеса в Facebook и Instagram, где правила для выигрыша безплатной ночи еды и боулинга включают лайк на ваш пост в Instagram, коментират и подписат се на ваш канал в YouTube. Съпщите участникам, что ссылка на канал YouTube и аз в ваши биографии в Instagram, чтобы они могли легко перемешаться по ней и подписываться на ваши видео. И вуаля! Ваша подписка на YouTube выросла на едно ночи. Ваши трети зрители подписатся на дополнительное преимущество в ваших видео. Еще один простой способ увеличит количество подписчиков, это работа с зрителями, которые уже смео смотрят одно из ваших видео на YouTube. Очевидно, они уже заинтересованы в вашем бренде на таком уровне, так почему бы не использовали эту возможность, чтобы заставить их подписаться. Сделайте распространение только для подписчиков. Отбратите внимание на видео, что если они подписатся, им будет отправлена бесплатная электронная книга или предоставлена бесплатная пробная версия вашего программного обеспечения на один месяц. Конечно, вам придется выполнить эти обещания, но это отличный способ привлечь больше подписчиков. Оптимизируйте свой поисковый канал в YouTube. И последнее, но на меня не важно, убедите, что ваше видео на YouTube оптимизировано е для аранжирования в результатах поиска в их систем и в результатах, которые появляются, когда люди ищут на самом YouTube. Search Engine Optimization для видео на YouTube может быть немного технически сложным, но яснинскали очень простых преимуществ, которые вы можете сделать, чтобы и ваши видео были в хорошие формы для Search Engine Optimization. Некоторые иззадих передовых практик включают. Създавайте заголовки, которые вы можете искать. Попробуйте съпоставить свое видео с популярными ключевими словами и обязательно используйте ключевое слово, на которое вы и нацеливаете в заголовки вашего видео. Вие можете использовать AdWords или наш бесплатный инструмент подсказки ключевих слов, чтобы проведать небольшое исследование ключевих слов и указать на несколько хороших терминов, которые люди ищут. Также убедите, что ваш заголовок не слишком длинный. Я бы рекомендовала сохранить его примерно на 50 символов. Добавьте транскрипцию к любимому видео. Стинограма и видео – отличный способ, сделават ваши видеоболи доступними для более широкой аудитории, а так же ни помагают за Search Engine Optimization. Стинограма и пасути действуют как копия страници, предоставляя вашему видео более индексируемый текст, как бы и вы могли получить больше запросов. Оптимизируйте описание видео. Не просто комбинируйте это поле с ключевими словами, но сделайте его убедительным и хорошо написанным описанием видео и используйте най-более важные ключевые слова. Не забывайте, а метатагах. Метатаги – это еще один способ ставить ключевые слова в ваше видео и упростить поиск. Я би порекомендовала поискать популярное видео в вашем пространстве и посмотрят, какие метатаги они используют. Опят же, не забудьте переборщи с ключевими словами здесь. Просто съсредоточите на самых важных словах. Готови ли вы к большому количеству подписчиков на YouTube? Тогда приступайте к работе и пусть это произойдет. Итак, давайте подведем итоги. Под лучшие способи привлечь подписчика в YouTube. Удалите със своего канала все старе видео нискава качество. Напишите отлични сценарии, используйте подходяще оборудование и делайте видео короткими для максимального въвлечения. Създайте супер интересный трейлер. Редактируйте видео продължителностью до 5 минут или менше с яркими первими 10 секундами. Объединяйте более короткое видео в плейлист, который может быть чрезмерным. Добавьте похожие кънечни заставки и карты Call to Action к своим видео на YouTube. Създайте персонализованный эскиз желательно с улайбающими си лицами. Публикуйте новое видео по постоянному графику. Продвигайте свои видео с помощи рекламы на YouTube. Продвигайте свои видео в других социальних сетях и сообществах. Пърж трябвайте людей подписываться на конкурса и подарки. Изпорезвайте метода Search Engine Optimization чтобы оптимизировать видео для поиска. Итак, мои прекрасни друзья, я делаю видеосъдържание для маркетинга каждый день. Если это съдържание вам нравится, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Желаю от сего сердца, сего самого най-лучшего. Пока-пока!